Доброе утро, уважаемые телезрители! Вы знаете, мы в своей жизни в кого-нибудь или во что-нибудь постоянно влюбляемся. И совершенно необязательно эта влюбленность заставляет грезить о поцелуях. Влюбиться можно в искусство или в профессию. В определенном смысле человек, приходящий в церковь, испытывает такую же влюбленность. Все кажется ему не просто новым и хорошим, но ослепительным, неземным, божественным. Каждая мелочь выглядит священной. В каждом встреченном человеке готов он видеть образ Божий во всей его полноте. И вот мне думается, без влюбленности, очарование, жизнь, наверное, была бы слишком пресной. Но есть у нее и своя оборотная сторона. Это разочарование. Проходит время, и мы видим, что предмет любви вовсе не настолько безупречен, каким он нам когда-то казался. А радостное изумление сменяется привычкой и даже скукой. Хорошо, если мы готовы смириться с неприветливыми или просто ненужными нам чертами ради того света, который мы продолжаем видеть. И вот тогда влюбленность может вырасти в любовь. Но так бывает не всегда. А что бывает, когда проходит период первой влюбленности в церковь? Когда человек перестает восхищаться всем, что видит и слышит в храме? Мы знаем это по опыту любой влюбленности. Непонимание, размолвки и конфликты возникают порой буквально на пустом месте, потому что слишком радужны наши ожидания. Хочется немедленного и безусловного слияния душ раз и навсегда. А дело в том, что души разные и несовершенные. И сливаться они не торопятся, соединяться не желают. Да и в сложной ситуации вести себя правильно не всегда умеют. И вот в церкви таких душ очень-очень много. И с какой-то из них возможен острый конфликт или просто радикальное непонимание. Бывает и нередко бывает, что в церковной среде человек сталкивается с настоящим хамством и карьеризмом, а то и с чем похуже, к примеру, с воровством или, тоже, правду скажем, сексуальными домогательствами. И тогда он испытывает шок. Как? И здесь то же самое? Да не нужна мне такая церковь. Впрочем, необязательно говорить о случаях скандальных. Порой не менее травматичной оказывается для человека вот эта серая обыденность. Вроде бы повторяет каждый священник, в том числе и на исповеди, что он лично не достоин своего звания. И все равно мы, приходя в храм, склонны видеть в каждом из них, то есть из нас, святого отца, как пишут неграмотные билетристы. А когда встречаем такого же человека, как и мы сами, со всеми недостатками, можем очень сильно на него за это обидеться. При этом нас вовсе не смущает, что не ангелами оказываются, к примеру, артисты или ученые. Мы все равно испытываем уважение и их талантам, и знаниям, прислушиваемся к их мнению. Наверное, дело в том, что искусство или наука не претендуют на вот эту высшую реальность. Научные теории не говорят нам, как спасти свою бессмертную душу. А театральные спектакли обходятся без сослужения ангелов. Но о церкви мы ждем исчерпывающей полноты. И здесь порой сталкиваются две ошибки. С одной стороны, пришедший в церковь человек жаждет получить все ответы на все без исключения вопросы. А с другой, батюшкой или кто-то другой, с готовностью ответы эти дают. Но дают их очень часто, ставя собственные вкусы и пристрастия на место вечных ценностей. Я приведу к примеру классический случай, когда выражение, как батюшка благословит, оно заменяет собой и Евангелие, и голос собственной совести. Конечно, когда выяснится, что батюшка, да и вообще любой человек тоже может ошибаться, а его взгляды и оценки не во всем совпадают с твоими, ты, как человек, встанешь перед выбором. Либо смириться, это слово я хочу взять в кавычки, подстраивая себя под чей-нибудь чужой стандарт, либо уходить прочь, чтобы всем потом рассказывать, ну да знаю я эту церковь, это совершенно не для меня. Есть, правда, еще и третий путь. Циничное лицемерие. Но это уже совсем скверно. Вот вы знаете, у меня есть один знакомый, с которым произошло нечто подобное. Еще в девяностые годы он уверовал во Христа. Уверовал совсем молодым студентам. Стал членом православной общины, у которой были ответы буквально на все вопросы. Православная жизнь представлялась членом общины законченной моделью. Если ходишь в церковь, значит, ты за самодержавную монархию, значит, считаешь, что мир был сотворен за шесть календарных суток, и не может быть иначе. И вот вы знаете, мой приятель был историком. И на университетских лекциях его учили анализировать источники, понимать всю сложность и глубину разнообразных исторических процессов. А в общении все было просто. Вот список духовных книг, а все остальное от Лукавого. Начался его первый великий пост. Он проводил его строго по уставу, почти до самого конца. А в Великий Четверг на Страстной Седмице причастился. Это было суровое испытание. И он убедился, что выдержать его может, но он все же не был готов полностью согласиться с этой законченной черно-белой, с оттенками серого картины, которая называлась «Истинное православие». Значит, решил он, православие совершенно не его путь. Придя домой после причастия, он съел хороший мясной обед и зажил обыкновенной нецерковной жизнью. Мы с ним много дискутировали. Дискутировали о том, насколько казарменно-единообразной должна быть православная жизнь. Я пытался ему не только объяснить, но даже доказать, что в церкви возможны очень разные взгляды и образы жизни. Но он убеждал меня, что любое отступление от той самой «чистоты», в кавычках, которой он вдоволь хлебнул, будет уже непозвонительным компромиссом. Кстати, недавно этот мой знакомый защитил хорошую историческую диссертацию по одной из книг Нового Завета. «Только теперь он говорит об этом тексте на языке современной науки о несвятых отцов». Впрочем, вот эта защитная реакция на фундаментализм – это только часть проблемы, которую я бы мог назвать таким словом, как расцерковление. «Еще один мой приятель вырос в православной семье. С самого рождения все посты, праздники, молитвы и богослужения были для детей чем-то само собой разумеющимся. Мама могла не приготовить ужин, но всеношную под праздник она пропустить не могла. И приятель знал, что их семья отличается от обычной, и что это хорошо и правильно. А потом он поступил в университет, и оказалось, что вокруг него множество парней и девушек, которые совершенно не заморачиваются, не замораживаются вот этими всеми правилами, живут свободно и вполне счастливо. И при этом они ничуть не хуже православных. А главное, они не ходят на исповедь, с которой у него были связаны довольно неприятные воспоминания. Воспоминания подростковых лет. И вот тогда приятель тоже перестал это делать. В храм иногда заходит, с большим уважением относится к православию, но бережет свою новообретенную свободу и никогда не подходит к священнику. Вы знаете, очевидно, он ведь такой не один. Совсем не редкость, когда человек какое-то время воцерковлялся, то есть все больше молился, все строже постился, все чаще причащался, даже вырос в верующей семье, а потом вдруг решил, что не больно-то и хотелось. Человек в Бога верит, православие уважает, но от церкви держится на расстоянии. И вот те, кто остаются в церкви, часто говорят вслед ушедшим что-то вроде «ну и пожалуйста», дескать, всему виной их собственная лень и непостоянство, уходят только те, кто по-настоящему и не приходил. Без лени и непостоянства тоже, конечно, не обходится, но есть тут и некая общая проблема, и о ней у нас, к сожалению, совсем не принято говорить. Но мы все-таки поговорим только в следующий раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Продолжение следует...